Блок наружный заработал, там 10-15 минут, все, там тяга должна упасть. Потому что тогда-то как раз резко и упало. Мы мерили нормально, нормально, оп, резко меньше стало. И Максиму просто это объясним и скажем, что мы можем настроить больше, но вытягивать тогда, как кондиционеры не работают, будет больше. Но там без вариантов, там по-другому не сделать. Сейчас примерим тогда всю вытяжку еще раз, полностью все. Запишем. Притоки промерим, все уже. И дальше будем смотреть, регулировать, увеличивать. А, мы кондиционеры включим, посмотрим, влияет, не влияет выброс. Ну да, мы тебе трясет. 59-60. Там было. Ну, 70. 36 и 5. Ну, если решетку убираем, там все увеличивается, да, значительно? Ну да. Так, туалет. Без решетки. А, может быть, потому что двери закрыты? Может. Сейчас было 70, потом начало понемногу падать. Ну-ка. 62, 63. Увеличиваться не стало? 55 стало. 53. Ну вот около 52 держится, до закрытия было 65. А сейчас? Вот сейчас возрастает. 65, 66. На 10 кубов увеличилось. Так, на самом деле, даже не, ну, я бы не сказал, что значительно. С учетом того, как тут все запечатано. Ну, он же все равно воздух проходит. Но за ему сопротивление больше создается, поэтому падает. Да. Потому что если герметичный даже вытягивать будешь, ну, что он, вентилятор, он не вытянет. От того, что мы сбалансируем с открытыми дверями, закрыли двери, все изменилось. На этом мы можем понять только... Мы можем эту пленочку подрезать у пола, чтобы она просто не закрывала. Ну, тут укрывка пола лежит. Потому что тут практически зазора нету между дверью и половиной. Ну, видишь, у нас тут комнаты открыто. Там, по идее, тоже должно она закрывать. Приток не влияет. Приток все, вот он бьет и все. Ну, как бы общий поток-то все равно остается. Воздух вот он циркулируется, меняется. Я бы с открытыми примерял. Потому что, ну, спальня там вообще непонятно. Она может быть открыта, может быть закрыта. Поэтому, на самом деле, санузлы будут всегда закрыты. Санузлы закрыты, да. Но санузлы, сейчас, если они будут закрыты полностью, то это будет большая погрешность совсем не то. Вот так вот перечеркиваем все. Может, тут непонятно. А установка трехфазная у нас, да? Нет. Однофазная? По-моему, да. Разная или трехфазная, 550-ая? А, ну, и автомат здесь однофазный стоит. Да? Да. 52, это правая, да? Да, ну, у нас было поменьше. 328. Это как будто стало, как это. Тогда вытяжка изменилась. Ага. Может, вентиляторы как-то вышли на какую-то рабочую свою эту? Как будто что-то слишком долго они выходили по времени для этого. Да, да. Две недели прошло. Три. Ну, давай теперь вытяжку меряем. Разбалансировалась, наверное, с открытыми дверями. Дверь не закрываем. Ну, 86, 87, 86. Ну, получается, идет сюда, потому что решетки из туалета пропускают больше, сюда и не достает. Да, 69, средняя. 69. Ну, здесь вот возросла, было 66. Ну, да, 56, средняя. Остается только постирочная. И постирочная, гостиная, гардеробная. 65. Так, это у нас гостиную. 34, да? Да. 59. Здесь увеличить, но здесь не увеличится. Здесь 56, 40. Ну, туалет надо зажимать. Душевая 69, 60. Ну, кухня может выровняться на этих значениях. Сейчас мы включаем кондию. Да, и ждем. Везде. Так, на чердаке вытяжка в гардеробной, которая в спальне. 3,5? 3,5, ага. Так, вытяжка гостинная, 5. Так. Постирочная, 4. Так, кухня стоит на пятерке. Пятерка, да? Приток. Так, ну все. Система трегулирована. Это было, вот у меня 82. Ну, получилось фактически не 360, а 355 вчера. Ну, приток как будто бы, да, более стабильная вытяжка какая-то переменная получилась. Приток как-то тоже уменьшился. Причем вот, вчера я пришел, я правда забыл подписать там в итоге, там, как это, но это все с решетками, но в какие моменты? А, это было до того, как я автомат полностью вытяжку перезапустил. Это было после. Приток вчера-то не мерил. Вчера я вот померил вот эти отверстия, которые у нас тут 60 выходило, они были схожи. У нас сейчас основная разница, это вот по спальне, там, где 45 получалось, 44. И кухня меньше. Ну, гостиная у нас нормальная, спальня у нас ненормальная на 15 кубов, кухня на 10, на 7, на 6. Ну, вот и как только я вчера пришел, позавчера, самый первый замер по вытяжке, у меня 333 куба было. Потом я запустил, там, я правда не помню, это я включил кондей и только-только начал сразу, то есть, может быть, он еще не успел там разойтись. Потом, когда я вот все перезагрузил установку через щит, выставил там все скорости, там, на вторую, и все решетки стояли, у меня сразу был замер 309 в сумме. И потом я уже начал там без решеток, с одной только решеткой постирочной и увеличив до 82%. Получается, двери должны быть закрыты, это, знаешь, открываешь дверь, заходишь, сразу закрываешь. Да, ну вот я вчера каждый раз просматривал, чтобы у меня двери приоткрыты все были, чтобы условия одинаковые. Что мы с кондейами сначала тоже приток замерим, и потом вытяжку, чтобы вытяжка подольше поработала. Ну, да, наверное. Ну, я бы 59 поставил, потому что больше 59, наверное. Но, в принципе, все так и осталось с пенсионерами. Может, попробуем с закрытыми дверями? Все, там влияет на приток. Надо. Гостиную закрываем. Не закроется, не закроется. Ну, как минимум, только с этим получится. Точнее, как максимум. Сейчас в квартире либо мы адаптировались, либо комфортно стало. 107. Теперь что, спальня, гардеробная? Это, ну, 59 здесь так и осталось. Когда мы пришли, санузлы были закрыты, да? А и там душно было. Туалет вроде как приоткрыт был, душевая точно была закрыта. Отчискал, душно было, да, там душно? Потому что, может быть, там вообще воздухообмена не было, за что сейчас там герметично. 72, 72. Здесь увеличилось. 33, 34, больше 33. 33, 34, да? Да. Должно быть 60, но тут вообще щели нет. 55. 55. Здесь не изменилось. Но здесь щель как будто бы, ну, здесь есть. Было 36. Ну что, душевая уменьшилась. Кухню, надо сложить. Столько же получается. Получается, мы с открытыми дверями регулируем. Получается, дверь закрываем, не закрываем, у нас должно быть без разницы. Нам понятно, что уменьшать. Можно по первой таблице ориентироваться и сразу на тебе значение выставить, когда мы сбалансировали систему, помнишь? Ага. У нас эти, по-моему, есть. Кухня 84, ну, 86. Дальше что у нас? Душевая 70. Ну, примерно так. Туалет 55. Ну, так есть. Постирочная 36, ну, 47. Но у нас решетка стоит. Спальня 65. Так, гостиная, гостиная. Это вытяжка в полуке. Да, гостиная 65. Ну, 54. И гардеробная 59. Здесь 55. Ну, примерно так и есть. Я бы на эти пропорции выставил, чтобы там не бегать туда сюда. Давай выставим на эти пропорции, вот на эти. И все. Приток нам надо поднять в установке. Приток, так, приток вроде сейчас нормальный, 348. Кухня 63, 52. Тоже норма. Ну, я бы не вижу смысла поднимать. Здесь это, ну, можно поднять, но какой в этом смысл? А, кухня у нас зажимала. Сейчас мы кухню, наверное, пока не трогаем. Да просто мы и зажмем, если тут сейчас остальное, оно может на кухне больше начинать подавать. Ну, да. Ну, давай, кухня 4,5. Ага. Прачечная здесь или наверху? А, наверху? Туалет 5,5. Ага. Ванная комната 3,5. 3,5? Да, 3,5. Может, прачечная не надо, потому что там решетка горимая. Так, а на гостиную и гардеробную мы ничего не выжимали. А здесь только обычный фильтр. Хепа-фильтров здесь нет? Нету. А можно обычный заменить на хепа-фильтр, да? Ну, да, там доставляется вроде как. Они, корпус стандартный, просто фильтры меняются разные. Ага. Ну что, попробуй, может, твадет замерить. 44, 45. 45, окей. 64, 65, 66, 65. На 39,5 я бы поставил. Вот здесь выровнялось. 72. Так осталось. Здесь, наверное, будет уменьшать. По вытяжке у меня такое ощущение, что мы что-то поджимали. Ну, а с гостиной много. То есть у нас поток в гостиной меняется, но у нас должен меняться и в остальных частях. Сейчас как будто бы вытяжку надо чуть уменьшить. Ну, по процентовке, возможно. Сейчас, может быть, кухня тут покажет меньше. Если пережимать гостиную, то пойдет сюда. 95. Так, сколько это в сумме? Ну, сейчас уже значения выровнялись, только не больше. Стали. 380. Это больше стало. А нам сколько нужно? 360. Ну, может быть, мы сначала подожмем гостиную. Ну, там перетечет. Там не будет такого, что мы ее просто уменьшим по объему. 10 кубов, грубо говоря, потеря. Наверное, нормально, да? На все. 3 процента. Ну, да. Только можно, опять же, там я бы не уменьшал до 70, хотя бы сначала до 75, потому что там погрешность растет. Чем больше скорость установки, тем больше сопротивление. То есть там не прямо пропорционально, а зависимость другая немного. Если это мы условно там будем в 2 раза скорость увеличим, у нас сопротивление не в 2 раза возрастет, а там в 2,5 и в 3. Давай 75 сделаем. 75 выставил. Приток тоже все-таки там на 5 процентов поднять. На 5 процентов как будто бы много, нам же 5 кубов, по идее, сколько, 15 кубов нам надо. Да, ну, давай 2 процента. Или сколько, 1? Побольше, наверное, не 5, но 3, на 3 процента поднял, сделал 73 процента. Сейчас приток, 75 процентов вытяжка. Так, подожмем нас сколько? Гостиная много была. 72. 72, она и 65 была. Потому что, судя по динамике, может быть на 2 деления минимум. У нас, видишь, смотри, у нас есть пропускная способность этого воздуховода. Она явно больше, чем вот на 2 деления мы поджимаем. У нас воздуховод, ну, сейчас вот эта решетка, она уменьшается. Поэтому, я думаю, что, возможно, на 3, по моим ощущениям, на 3 постирочную и эту, гардеробную, можно поджать. Когда я увеличил, они, по большому счету, прямо пропорционально изменились эти показания. Поэтому, если мы сейчас уменьшили, вот это к норме придет. Здесь у нас 40 должно быть, скорее, тоже к норме придет. Тут, наверное, к норме придет. У нас будет не хватать на кухне, но у нас будет лишнее в гостиной. В гостиной надо зажать. У нас, возможно, будет не хватать постирочной. Опять пойдет к 26. Давай гостиную, гардеробную будем зажимать. Ну, давай на 2. Давай на 1 деление зажмем. Ну, давай на 2. Потому что все равно на 2 деления зажмем, там практически ничего не изменится, потому что у нас решетка больше пропускает. Ну, давай сейчас, может быть, уже сбалансировать. Так, контрольный замер туалета сделаем. 43, ну, 43 с половиной прям держится. 51 с половиной мэр. Ну, здесь вот выровнялась. Кухня должна тоже упасть. 86 стало. Кухня. Вернулась к тем значениям, которые были. Ну, прачечные. На пятерку и зажать ничего не должно поменяться. 67, 68, что 9. Должно быть 60, да? Ну, здесь, я думаю, что 4 точно надо. Просто, может быть, у нас сейчас не 360 кубов. Словно, мы подожмем эту спальню. 70 кубов. А туда в кухню не пойдет до сотки. Да, ну, тогда мы остальное будем зажимать, чтобы... Ну, видишь, там 86 плюс 10, 96. Ну, не хватает. Так, да, я выставил. Смотри, Никита, у меня вообще такое ощущение, что нужно гардеробную не на 2, а на 3,5 ограничивать. Потому что в душевой мы ограничили на 3,5 и получили 60 кубов. А нам нужно в гардеробной 60 кубов. В туалете мы ограничили на 5,5 и получили, ну, чуть больше 40. Ну, по сути дела, 40. В прачечной мы ограничили на 5, получили 48. То есть, по сути дела, ограничение вот этих делениях дает ограничение по кубам. То есть, я бы гардеробную 3,5 смело бы выставлял. Ну, вот, как бы ориентируясь на душевую, мы получим 60 кубов. Ну... Так, гардеробная 3,5 выставил. Так, тогда получается 3,5 мы выставляем... А, подожди, ты гостиную на сколько выставил? Гостиную на 3. На 3, тоже 3,5, потому что нам 6 кубов, 60 кубов нужно. Так, 3,5. Да, прачечную 5,5 можно выставлять смело. Так. Даже, может быть... Давай попробуем, рискнем на 6, выставим на 6. Потому что... Поставил 6. Потому что у нас 5,5 туалет, и он больше показывает, чем нужно. Так, ну все, тогда идем проверять. 3,5, 3. 3,5, 6. Да. А самое основное, это там больше всего кухня вытянет. Может быть приток пока замерим? Мы же приток изменили. У нас, в принципе, получается кухня. Самый большой воздухообмен в решетке. Тут у нас на каждое помещение, хоть и по 120 кубов, но они по две решетки разделены. А в кухне стоит и самое большое значение. Ну, мне кажется, если бы решетка была больше, там бы проще было. Нет? Или две решетки? Под вытяжку? Да. Тут просто тогда еще дополнительно бы надо было делать отверстия, там что-то разбирать, потому что тут уже было готово по большему счету, просто его расширили. Ну, в принципе, 123 на 3 куба больше. Ну, как-то слишком сильно, как будто увеличилось, хоть и на 3%. 6163, было 61 на этой решетке. С кухни было 52-57, стало было 63-66, стало. И на кухне на 5 кубов больше. Или там 102 кухни на 3 куба больше. 60. Здесь вообще на 1 куб изменилось. Ну, как бы вот гостиная не сильно поменялась. 118. Итого. Имеет смысл как бы зажимать, мне кажется, не имеет, потому что здесь в пределах тут нет смысла что-либо зажимать. Так, а в сумме у нас получается, что чуть меньше эти 2 куба, на 6 кубов в сумме больше, чем 366. А вытяжка у нас стоит 75 сейчас, да? Да. Ну, сейчас может быть все избалансируется. Ну что, вытяжку меряем? Это у нас где-то гостиную 65. Это мы на сколько выставили? На 3,5. На 3,5, на 4. А туалет мы на 4 выставили? Сейчас поменяли. Нет, сейчас мы туалет добавили там 5,5, было же 5. А, 6,5, все. Все, туалет душевая. 1,2,7,32. Здесь как будто бы многовато пережать, да? Похоже на то. 59,4, 41. Ну, 39,2. 64, 63. А тут ты добавил, да, ужал, да, чуть-чуть? Нет, тут мы поставили по старому значению. Мы только туалет дожали еще чуть-чуть. А, ну, 95 стало. Ну, в принципе, здесь в пределах нормы, потому что 5 процентов, да? Ну, 58,5 можно. Но здесь как будто бы норм. Нам нужно... Костижечную отжать, спальню поджать. Гостиную поджать. Ну, смотри. Гостиную, наверное, на 2 отделения еще надо дополнительно поджать. Или на 1,5? Ну, до пятерки, наверное, до начала 2. А там сколько сейчас? 3,5. Да, до пятерки. Душевую сразу можно сейчас поджать. И плюс вот эта решетка как раз она по бокам его давает. То есть, фактически, у нас может чуть больше быть. 58,5, наверное. 58,5? Да. 61, 62. 61, 62, да? Да. Сколько получалось то, что одно деление 6 кубов добавляет? Ну, вот было 58,5, 61,5. Сейчас 3 куба. 3 куба, полу деления добавляем. 42, 7, 42, 9, 42, 6, 41, 41. Ну, 42, 61. То есть, четенько все идет. Здесь как раз и может так быть, что условно прикрыть двери в санузлы. Сюда можешь чуть больше пойти. Но здесь я бы не увеличил уже. Потому что и кухня может разбалансировать. Кухня у нас четко. Все, оно. Ну, хотя там кухня, она компенсирует 100 туда, 20 кубов пошло уже там в санузол. Да. В санузлы у нас на санузлы. И отсюда в санузлы должно пойти. В постирочные санузлы. А сумма сколько? На 6 кубов выросло. Ну, в принципе, если мы еще на процент поднимем, то все будет в значениях, которые должны. Ну, где-то больше будет. Надо ли? Ну, просто не факт, что от этого процента поднимется постирочная. Просто сейчас ее можно, ну, попробовать. Чтобы не полностью открыть. Еще на несколько делений поднять. Но мне кажется, там она не сильно вырастет. Норма, норма. Везде норма. Кроме постирочной. Но постирочной не нужен такой воздухомент. Там холодильник стоит и стиралка. Там вот эти один куб, он там не нужен. Вот я и спрашиваю, у тебя есть или... Ну, что, можно считать, что все сделано? Да, как будто, да. Похоже на то.